Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская, и, конечно же, вы помните, что весь декабрь видео выходит каждый день, поэтому мы с вами встречаемся так часто. И, друзья, сегодня я заказала сайта Дартнет... Нет, это не желтый банан, это так упакован Спанчбоб Экзи! Поэтому прямо сейчас ставь лайки, ведь ты знаешь, больше лайков чаще видео, а это настоящий Спанчбоб Экзи, которого мы сейчас распакуем, проведем опрят по оживлению. Это будет живой Спанчбоб! Я надеюсь, что у нас получится. Впрочем, как и всегда, по-другому быть не может, потому что вы так много пишите комментариев, особенно те, кто присоединился к нам совсем недавно. Пишите, что вы новенькие на моем канале, и я обязательно с вами поздороваюсь и отвечу вам в комментарии. Итак, давайте откроем и уже посмотрим, как же выглядит Спанчбоб Экзи. Губка Боб бывает не только добрым и откидывает всякие шуточки, но он еще и бывает злым. Он реально огромный, ребята, это стоило больших денег. Я, можно сказать, практически пожертвовала своим 12-м айфоном, но заказала для вас Спанчбоб Экзи, поэтому сейчас вы увидите это. Блин, он реально должен быть крутой. О-о-о-о, ребята, лайки, 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 лайки. Он нереально огромный, посмотрите. У него огромный рот, в который можно даже что-то положить. Черт, посмотрите, его глаза, он потусторонний из-за пуговочного мира. Посмотрите, какой у него огромный нос. Он реальный, крутой, огромный, гигантский Спанчбоб Экзи. Ребята, только для вас, только на моем канале. Так что, ребята, не скупитесь на лайки и пишите комментарии, как вам такая игрушка. Я просто когда заказывала, они сказали там размер такой-то, такой-то. Но, ребята, посмотрите, он реально гигантский. Он просто во весь стол здесь, просто жесть. Короче, ребята, я не знаю, что сейчас будет происходить, потому что случится может все что угодно. То были маленькие игрушки, а это реально огромный, гигантский губкоб Экзи. Короче, ладно, давайте начнем с того, что мы проведем все-таки этот обряд и посмотрим, возможно, нам даже удастся поговорить со Спанчбобом. Это будет очень прикольно, ребята. Так что мы сейчас зажигаем свечи для того, чтобы провести этот обряд необходимой свечи. Они также как защита для того, чтобы... Блин, мне обжечься бы... Черт, ай, я пошлась. Как защита от того, чтобы, ну, нас не особо там побили, избили, потому что неизвестно. Одно дело добрый Спанчбоб, другое дело злой. Так, ладно, давайте не будем оттягивать это в долгий ящик и прямо сейчас начнем. Мне нужно сейчас зеркало. Напротив этого зеркала у меня как раз отражается Спанчбоб сквозь свет, ребята. Портал зеркальный, отворись. В Спанчбоба Экзи вселись. Портал зеркальный, отворись. В Спанчбоба Экзи вселись. Портал зеркальный, отворись. В Спанчбоба Экзи вселись. Черт! У него глаза. Я что-то видела. Так, три раза мы произносим заклинание. Знаете, почему оно срабатывает? Потому что внутри живых игрушек... Господи, гроб на меня упал. Стой здесь. Потому что в живых игрушках сложено очень много мистических всяких предметов, которые после того, как ты произносишь заклинание, они вступают в реакцию и начинают активировать эту игрушку. Но до того момента, как я вытащу... Вернее, после того момента, как я вытащу все это из него, игрушка перестает быть живой, ребята. Так. Спанчбоб, ты здесь? Спанчбоб Экзи, прошу, ответь мне. Спанчбоб... Зло не дремлет. Он говорящий, ребята, вы слышали? Он говорит... Спанчбоб, у меня только один вопрос к тебе. Расскажи, пожалуйста, секретный ингредиент крабсбургера. Спанчбоб. Ребята, каждый, каждый просто хочет узнать, какой секретный ингредиент крабсбургера, который готовит Спанчбоб. Там есть какой-то секретик из Спанчбоб. Нормальный, никому его не рассказывает. Возможно, Спанчбоб Экзи расскажет. Давайте зададим ему этот вопрос. Спанчбоб Экзи, расскажи нам секретный ингредиент крабсбургера. Булочка, котлета, кетчуп, горчица, пикули, два лука, салат, сыр, томат, гулка и порядок. Плачущий Джонни готов! Это нереально, ребята. Он реально живой. Черт, я не могу в это поверить. Он только что рассказал секретные ингредиенты крабсбургера. Я надеюсь, что вы все записали. Если не успели, промотайте обратно и запишите то, что должно быть, блин, в этом крабсбургере. Хорошо, спасибо тебе, Спанчбоб. Я никак не могу привыкнуть к тому, что она разговаривает. Нет! Что? Что? Я придумал! Ты говоришь голосом Патрика? Или в тебе Патрик? Уже пора портить сквитерну настроение? Что ты сказал? Черт, ребята, походу в нем и Патрик, и я не знаю, почему он говорит голосом Патрика. Это вообще, ребята, какая-то нереальная вещь. Походу, пора заканчивать. Мы увидели, что Спанчбоб Экзи живой. И теперь мы лишим его глаз прямо сейчас. И тем самым лишим его вуду-магии. Один. Второй. И теперь мы достанем все мистические предметы, которые находятся внутри Спанчбоба. Возможно, там Патрик. Я не знаю, почему он говорил голосом Патриком, но нужно сделать это как можно быстрее. Прямо сейчас мы разрежем живую игрушку. Спанчбоб Экзи. Ребят, посмотрите, как только я отрезала глаза, Спанчбоб окрасился как будто кровью. Что это может значить? Господи, я не знаю, нужно скорее его разрезать. Так. Черт! Куда он делся? Черт, ребята. Спанчбоб окрасался. Я всегда думала, что когда я отрезаю глаза черные, то все, он уже не должен быть живым. Но, походу, это не влияет на это, ребята. Нужно именно достать все то, что делает живым этого Спанчбоба. Слушай. Спанчбоб, это ты? Спанчбоб Экзи. Черт, ты слышишь? Это из детской комнаты. Черт, что он делает в детской комнате? Черт, он здесь. Спанчбоб здесь. Ребята, посмотрите. Что он делает? Смотрите, у него в руках пульт. Господи, черт возьми. Спанчбоб. Что он смотрит? Что он смотрит? Господи, он кляет. Он смотрит мучить про Спанчбоба, ребята. Это просто жесть. Он смотрит, как они с Патриком чудят. Посмотрите, это просто жесть. Он смеется. Он реально живой. Я не знаю, что делать. Черт, ребята. Я надеюсь, что он не сдвинется с места. Нужно его поймать и вынуть все. Иначе он так и будет бродить здесь. Черт. Держу его, держу. Давай, тащи его. Черт. Ты слышишь, он смеется ему по приколу. Сейчас тебе будет не прикольно. Сейчас мы тебя все-таки разрежем. Черт, ребята. Режем. Режем Спанчбоба. Все. Черт. Все, все, все. Сейчас я все достану. То, что внутри Спанчбоба. Черт. Сколько там всего. Сколько этой ваты. Я что-то нашла. Черт. Это реально стрёмный Спанчбоб. Смотрите. Я нашла Крагсбургер. Реально в его голове, ребята, был. Тут написано Крабсбургер. Посмотрите. Это реально Крагсбургер, который приготовил Спанчбоб. Экзи. Черт, он должен быть каким-то необычным. Черт, посмотрите. Этот, этот Крагсбургер реально сделан, наверное, Спанчбобом. Ребята, посмотрите. Это реальная котлета. Сыр. Помидора. Все, как говорил Спанчбоб в секретных ингредиентах. Он его сожрал прям даже не жуя. Прям так он у него в голове специально для того, чтобы эта игрушка стала живой. Что еще? Посмотрите. Куча. Куча картошки фри. Что это? Господи. Это кетчуп. Черт, ребята. Это кетчуп для того, чтобы бургер был еще вкуснее. Здесь куча фастфудной еды. Это картошка фри. Но она, смотрите, она какая старая. Она с плесенью. Посмотрите. Жесть, ребята. Такую картошку фри нельзя есть. Она с плесенью. Сколько в нем всего. Вот что-то, ребята. Это просто жесть. Что-то я нашла. Что это? Вот что-то, ребята. Это фарш. Это фарш для котлет, чизбургера. Реально. Фу. Прогненьший фарш, ребята, для того, чтобы делать свои реальные крабсбургеры. Господи, что там еще? Что это такое? Фу. Это осьминог. Господи, осьминог. Это как звали осьминога из мультика Губки Боба? Сквидвард? Сквидвард, по-моему, там, да? Да. Сквидвард. Это, черт возьми, игрушка Сквидварда, наверное. Что это еще? Это не прожаренные, но уже сделанные котлеты. Все разрушенные и просто какие-то уродливые. Еще картошка, ребята. Там еще очень много всего. Он гигантский. Этот Спанч Боб Экси гигантский. В нем просто куча всего, ребята. Что это? Что это такое? Телефон. Что это за... Что это такое? Черт, ребята, это игрушечный телефон Спанч Боба. Он проглотил свой телефон. Это настоящий смартфон Спанч Боба. Как, ребята, у вас айфон и у Спанч Боба свой телефон в виде него, в виде губки Боба. Это просто нереально. Вы где-нибудь видели такое? Ребята, это реально телефон Спанч Боба. И он говорит, алло. Черт, ребята, это просто жесть. Просто жесть. Я никогда не видела раньше реально настоящего телефона Спанч Боба. Это что такое, ребята? Еще здесь краб. Это мистер краб игрушечный. Тот хозяин крабсбургера. Это мистер краб, ребята. Черт, он его сожрал. Я не знаю, ребята, это просто жесть. Что-то еще должно быть. Черт, что-то длинное, что-то большое. Черт, что это такое, ребята? Блин, что это такое? Что это может быть? Я не знаю. Это какой-то ингредиент для их кухни. Черт, это похоже на лапу какой-то птицы. Черт, посмотри. Это гигантская лапа какой-то птицы. Я не знаю, может быть, они тоже в ресторане ее едят. Я не знаю, ребята. От нее жутко как вонять. Я не хочу больше к ней прикасаться. Так, ребята, что еще здесь? Еще сырный соус. Наверное, любимый соус спанчбоба, с которым он ест свою картошку фри. А вы любите сырный соус, ребята? Напишите в комментариях, что вы любите больше, когда ходите, например, в Макдональдс или Киа-Вси. Нагин за картошку фри или крабсбургеры. Реально, такие крабсбургеры, например, которые сделал спанчбоб. Короче, ребята, походу все. Здесь осталось еще немного картошки фри. О, черт. Я думаю, что эта игрушка уже не живая, ребята. А прямо сегодня мы разрезали живую игрушку спанчбоба. Он реально был живым. Он разговаривал со мной, смотрел свои любимые мультики про него, ребята. Ставьте лайки, 2000 лайков. С вами была я, Королева Мистики. До новых видосов. Пока. Пока.